ДТП Доброе утро! На парковке, это парковка возле Кристины Кескуса, вот там установлены знаки. Это полный абсурд, на мой взгляд, то есть какая-то вообще несуразная ситуация. Ты попадаешь в какое-то зазеркалье, заезжаешь на парковку и там все усеяно знаками, уступи дорогу. Ну, это, ладно, это отдельная тема. А в принципе, да, на парковке работает правило правой руки, как бы, на мой взгляд, об этом все должны знать. А вот как быть тогда в ситуации, когда со всех сторон одновременно подъезжают машины, у каждого помеха справа, кто должен начать движение? Очень типичная ситуация, очень часто случается не только на парковках, но и на маленьких перекрестках, вот на маленьких дорожках, таких на равнозначных перекрестках. Здесь очень простая логика, вот когда вы идете пешком по узкому коридору, и вам навстречу идет человек, но вы же как-то расходитесь, точно так же и там. То есть, ну, кто-то проезжает первый, один, и дальше ситуация разрешается. Насколько пристальное внимание в автошколах уделяют такому аспекту, как движение на парковке? Хороший вопрос. По-разному. Кто-то уделяет больше внимания, кто-то меньше. Но стандартов не имеется? Стандарты имеются на этот счет. Здесь ситуация такая. Одно дело ученику объяснить, ну, вот, рассказать, показать. И другое дело выработать навык и закрепить его. Вот это немножко разные вещи. Допустим, с теми людьми, с которыми я занимаюсь, я начинаю свои уроки как раз на парковке одного торгового центра. Поэтому те люди, которые ездят со мной, они хотят ли, не хотят ли, но как бы каждый раз, начиная урок и заканчивая урок, мы проезжаем по парковке, и мы, ну, там, пару-тройку раз сталкиваемся с такой ситуацией, что нужно пропустить помеху справа. Ну, я надеюсь, что это как-то откладывается. Кто-то начинает занятие в другом месте, соответственно, у них такой ситуации не возникает. Заезжать специально на парковку, ну, я думаю, все инструктора заезжают, потому что, ну, мы просто обучаем парковке на парковке. Ну, и вообще это удобное место для встречи учеников. Да, насколько часто это происходит, ну, не знаю, я не берусь за всех ответить. Давайте посмотрим на конкретные цифры, чтобы не быть голословными. Итак, самый опасный у нас считается парковка у торгового центра «Юлемистэм». «Юлемистэм». За первые шесть месяцев этого года там произошло 155 ДТП. За эти же полгода на перекрестке Хаберсти было всего 136 аварий. Далее, если говорить о парковках, идут Тартуски Леуна Кескус и столичные Рок Альмары, Ярви Кескус, Кристина и Ласнамяя Центром. Ну, вам наверняка все эти места знакомы. Дайте свою оценку, какая парковка в Талине самая опасная. Я вчера даже специально проехал, заехал в центр «Юлемистэм». Я нечасто там бываю, посмотрел. Почему вдруг так? На мой взгляд, парковка... Там несколько факторов играет. Во-первых, парковка действительно немножко узковатая. Вот эти вот дорожки между парковочными рядами, они чуть-чуть... Ну, вот мне бы хотелось по ощущению, что были бы чуть-чуть пошире. Они немножко узковатые. Это одна вещь. Вторая вещь. Там очень много клиентов. Там движение очень сильное. То есть первые четыре ряда возле здания торгового центра... Всегда заняты. Да. И просто эти автомобили, кто клиенты приезжают, там видно прямо, как вот они ездят туда-сюда. То есть ищут место свободное. И вот это вот движение... Узкие проезды, достаточно интенсивное движение и, ну, наверное, неправильно выбранная скорость для такой вот парковки. Вот дает такой результат. Какой должна быть скорость? Нет, я вам не скажу. Там есть ограничения на въезде. Обычно 20, да? 20. По моим ощущениям, на июле места парковки нужно ехать вообще очень медленно. 5 километров в час. Да, может быть. Потому что там действительно кто-то начинает выезжать с парковочного места, он буквально 30 сантиметров сдвинулся, и все. Он уже вплотную возле моего автомобиля. То есть если едешь чуть-чуть быстрее, ты уже не среагируешь. Ну, еще одна проблема парковок – это слишком узкие места. Статистика показывает, что 9% всех страховых случаев – это когда открывающейся дверью ударяют припаркованный рядом автомобиль. Ну, как открывать дверь в автошколах, наверное, не учат. То есть тут скорее виноваты те, кто разметку делает. Да, это другая тема. Ну, по разметке, я думаю, там есть какие-то стандартные, и они их выдерживают. Ну, по крайней мере, они обязаны их выдерживать там. А по поводу вот этих вот проездов и ограничений скорости, ну, не знаю. Дело в том, что у наших водителей, к сожалению, у большинства действительно отсутствует вот этот вот навык уступать на парковке помеху. Ну, там проблема, как я понимаю, возникает именно из-за того, что чисто психологически человек видит большую дорогу и считает, что если он по ней едет, значит, он главный. На самом деле вот эти маленькие выезды с парковки. Да, 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 совершенно верно. У нас вот как-то наши водители больше настроены на такой порядок, что вот я еду прямо. Ну, значит, вы мне все вступите. Значит, мне все должны... Давайте взглянем теперь на статистику по перекресткам. Вслед за уже упомянутой развязкой Хаберсти почти вровень идут перекресток на Рижском шоссе в Тарту и перекресток улиц Тамсара и Сыпрузе в Таллине. Затем снова торговый центр Юлимиста фигурирует. Да, на перекрестке возле него произошло больше ста аварий за полгода. Получается, вот в тот район неопытным водителям лучше вообще не соваться, да? Неопытным водителям лучше вообще как бы, ну, никуда не соваться. Брать дополнительные уроки в школе. Да, набираться опыта. Все вот эти перечисленные перекрестки, которые здесь, это перекрестки с очень интенсивным движением и действительно неправильно выбранный скоростной режим. Грубо говоря, все спешат. А что вот первично здесь все-таки? Навыки водителя или грамотная организация дорожного движения? Потому что если мы говорим про тот же перекресток Хаберсти, то там в 2014 году была проведена реконструкция и статистика показывает, что количество аварий с этого момента снизилось на 70%. Конечно, конечно, это очень сильно влияет, это очень сильно влияет. Но сказать, что навыки водителя, вот я путешествовал по Вьетнаму на мотоцикле, ну, какое там движение, то есть вы не представляете себе просто. То есть вам даже с вашими навыками было тяжело. Не передать словами. Но при этом, вот я за три недели там видел, ну, может быть, четыре аварии. И короткий вопрос напоследок. Так, если посмотреть на статистику сдачи экзаменов по вождению в авторегистре, то в Таллине и в Нарве с первой попытки это может сделать лишь треть экзаменуемых. А много на площадке заваливаются? Как такового экзамена площадки сейчас нет. Уже нету давно площадки не сдают. Нету, я знаю, что нету. К сожалению, на мой взгляд, это не очень правильно. Остались вот эти элементы. А может в этом, кстати, и причина. Которые, ну, ученики должны делать там парковку, вот это все. Это проверяются отдельные элементы. Они проверяются в движении непосредственно. Если экзаменатор, например, захочет проверить человека на парковке, он может туда сказать... Да, он может заехать, да. Поедем, посмотрим. Ну, парковку, по логике, каждый, кто сдает экзамен, должен парковать автомобиль. Это проверяется у каждого, это по закону. Даже описано, что они должны это упражнение проверить. Насколько они это делают там, да или нет, это уже на совести экзаменаторов. Ну, насколько я знаю, делают, требуют. И на этом очень много людей валится. Инструктор по вождению Игорь Ольховик был у нас в гостях. Спасибо. А мы продолжаем наш эфир.